Есть город, который я вижу во сне, О, если бы вы знали, как дорог У Чёрного моря, открывшийся мне В цветущих акациях город В цветущих акациях город У Чёрного моря Эта песня из репертуара легенды советской эстрады Леонида Утёсова постоянно звучит на железнодорожном вокзале Одессы при отправлении фирменных поездов. Тем самым одесситы отдают дань уважения своему земляку, известному певцу, дирижёру, актёру, чтецу и поэту. Многогранная и уникальная личность артиста, неподражаемая манера исполнения сделали его культовой персоной советской эпохи. Я родился в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Нет, это действительно так. Родился Лазарь Вайсбейн, так звучит настоящее имя Утёсова, в 1895 году. С детства был забиякой и непоседой. Сам артист позднее вспоминал. Я был сорванцом и буйной головой. Усидчивые игры были не для меня. Импульсивный характер отражался и на интересах мальчика. Он хотел стать то пожарным, то капитаном корабля, но однажды сосед-скрипач пристрастил его к музыке. А я скрипку очень хорошо знаю, потому что детство моё связано было со скрипкой. Юноша также любил спорт и цирк. Последнее увлечение и привело его в разъездной балаган, где он выступал на кольцах и трапеции. В 1912 году парня пригласили в Кременчукский театр «Миниатюр». Здесь он впервые и появляется под псевдонимом Леонид Утёсов. Сменить имя потребовало начальство. Актёр хотел выступать под такой фамилией, которую никто прежде не слышал, поэтому придумал её сам. Во время Гражданской войны знаменитый одессит работал в родном городе. Участвовал в комедийных постановках, выступал в театре опереты. Но, по неподтверждённым данным, в то время погравителем артиста был якобы известный одесский криминальный авторитет Мишка Япончик. О нём Утёсов положительно отзывается в одной из своих ранних биографий. А вот то, что поклонником артиста был сам Сталин, это доподлинно известно. Одна из легенд как раз и говорит о том, что вот это блатное творчество, или назови его первыми шагами шансонное, или уж не знаю, как это назвать правильно с искусствоведческой точки зрения, но вот эту часть его творчества, как говорится, очень любил хозяин страны, который был у руля. И вот эта любовь главного человека не только спасла Утёсов во время всех годов репрессий, когда вокруг него буквально разрывались снаряды и уходили его близкие друзья, кто в далёкий край, кто насовсем, но и позволял выходить этим пластинкам. В дальнейшем любовь политика к песням Утёсова сыграла с артистом злую шутку. Когда в конце 40-х годов его фамилию внесли в список лауреатов Сталинской премии, сам Сталин её оттуда и вычеркнул. При обсуждении перечня он небрежно бросил. Это какой Утёсов, который песенки поёт? А у него же в голосе нет ничего, кроме хлепоты. После этого случая Леонид Осипович с обидой написал поэтические строки. Под куполом родного небосвода я песни пел. Пел с сердцем и с желанием. Так почему ж любовь ко мне народа считается в культуре отставанием? Что для глупца горячее сердце пламень? Во мне он видит только тему спора. И надоело мне всю жизнь держать экзамен на звание высокая актёра. Тогдашняя власть действительно Утёсова обидела незаслуженно. До войны он во многом был неподражаем. Создал джазовый коллектив и сделал эту музыку доступной для народа. В 1939 году артист стал первым исполнителем в СССР, снявшимся в музыкальном клипе. В годы войны Утёсов чем мог помогал фронту. На средства его джаз-оркестра были построены три самолета, названные «Весёлые ребята», в честь любимого в народе фильма, где Утёсов сыграл роль весёлого пастуха Кости Потехина. При жизни об артисте ходили самые невероятные слухи. В середине 30-х люди судачили, что он собирался якобы на автомобильной камере переплыть в Чёрное море и сбежать в Турцию. Но бдительные пограничники не позволили ему этого сделать. В 40-е годы общественности уже не давали покоя якобы несметное богатство семьи Утёсовых. В декабре 1966 года во время одного из выступлений у него случился сердечный приступ, и он упал без сознания. Врачи спасли ему жизнь, однако на сцену Леонид Осипович не вернулся. На пенсии он увлёкся фотографией. Написал четыре книги автобиографического характера, в которых поделился своими мыслями и воспоминаниями. Утёсов стал по-настоящему культовой личностью в истории советского искусства.